Телекомпания «Вид» представляет Две вещи уже невозможны после последних событий. Невозможно не замечать, что происходит вокруг, и невозможно принимать решения единственно на основе договоренности между политическими силами. Общественный договор, который необходимо заключить сегодня, будет договором не между партиями, а между властью и гражданами Болгарии. Эти слова мог бы произнести президент нашей страны сегодня, но они были произнесены примерно полтора года назад. В Болгарии президентом братской Болгарии, как мы привыкли говорить, Петером Стояновым. Сегодня для него час пик. Добрый вечер. Добрый вечер. Петер Стоянов, 46 лет. Окончив юридический факультет Софийского государственного университета, стал свободно практикующим адвокатом. В политике с 90-го года. После падения коммунистического режима спикер Союза демократических сил в городе Пловдиво. Затем заместитель министра юстиции. С 94-го депутат Народного собрания Болгарии. Заместитель председателя комиссии по работе с молодежью. Заместитель председателя Союза демократических сил по вопросам внутренней политики. Два года назад в Болгарии были проведены первые в истории Западной Европы предварительные выборы на пост президента. Петер Стоянов одержал победу, набрав 66% голосов. Объединенные демократические силы Болгарии выдвинули его кандидатуру на пост главы государства. И через несколько месяцев, получив около 60% голосов, Петер Стоянов избирается президентом Республики Болгарии. Считает, что отношения между Болгарией и Россией должны стать долгосрочным приоритетом болгарской политики, создавая четкую перспективу на будущее. Последние события в России, как их оценивают международные экономические эксперты и политологи, говорят о том, что украдена очень серьезная составляющая капитала страны, доверия. И журнал «Экономист» говорит о том, что все очень просто. России не хватает институтов и официальных лиц, способных контролировать, честно контролировать расходы. В том числе расходы по огромным привлеченным средствам. Что вы можете сказать о своем опыте в этом смысле? Прежде всего, позвольте мне поблагодарить за приглашение, которое вы отправили участвовать в вашей передаче. Я действительно хотел бы сказать многое не только российским политикам, а и российской общественности. Вы мне предоставляете такую возможность. Прежде всего, мне хотелось бы сказать четко, что я не могу давать оценку о состоянии России. Это неуместно, это проявление дурного тона. И я могу, конечно, рассказать о том, что произошло в нашей стране. Болгария прошла через интересный путь развития. Во-первых, после падения железного занавеса мы вошли в период посткоммунистической эйфории, когда все нам казалось очень легко. И большинство людей ожидало, что только через несколько лет Болгария превратится в Швейцарию на Балкан. В 1992 году мы начали впервые свою реформу. Первые трудности испугали многих. Мы вступили в период посткоммунистической эйфории. Люди начали вспоминать, как во времена Тодора Живкова они жили бедно, но однако у них был обеспеченный минимум. А потом сразу начался период, который я бы назвал период имитации реформ. Ничего не делалось тогда, а люди становились все беднее. Этот период удалил нас на 3-4 года от Чехии, Венгрии и Польши. Но, на мой взгляд, в типологическом плане болгарское общество приобрело что-то очень важное. Болгарии разделились окончательно со своими посткоммунистическими иллюзиями. Они поняли, что только имитацией реформы и наблюдением, как бюрократический класс грабит то, что люди делали десятилетиями подряд, ничего не изменится. Люди поняли, что подлинная реформа – это самое горькое лекарство, но единственное лекарство, которое может поднять больного. Что президент Болгарии делает конкретно для того, чтобы гарантировать право и возможность людям вершить свои судьбы, зарабатывать, делать бизнес, гарантировать стабильность этого бизнеса? Чтобы развивать бизнес, люди нуждаются в двух категориях обстоятельств. Это финансовая, экономическая, стабильная валюта, отсутствие инфляции. Но, на мой взгляд, люди хотят иметь психологические обосновки. Это чтобы была перспектива в том, что они делают, чтобы они знали, что делают они сегодня, и генерально будет продолжено завтра. И условия их бизнеса будут улучшаться. У вас есть ударники капиталистического труда? У вас есть банкиры или крупные предприниматели, которых вы ставите, как президент, вы ставите в пример, с которыми вы встречаетесь, опыт которых вы распространяете по стране? Ударники капиталистического труда появились очень быстро, быстрее и легче, чем ударники социалистического труда. Я проводила очень много встреч с этими людьми и хотела понять именно, что они хотят. Они хотят, конечно, стабильности. Эта стабильность могла бы гарантировать, и это был мой первый шаг в качестве президента. Это четкой платформы всех политических сил, те, которые управляют, и те, которые в оппозиции. В вашей стране общественности их тоже называют олигархами, как у нас? Им тоже приписывают, так же, как у нас, закулисные интриги и манипулирование властью? Пресса у нас не щадит этих людей, их называют у нас кредитными миллионерами. Может быть, потому, что их восход был связан с большими суммами необеспеченными. К сожалению, некоторые из этих людей построили свои люксозные дачи на американском восточном побережье, но не для развития болгарской промышленности. Люди очень чувствительны к этому. И если сегодня у правительства есть поддержка всего общества, это именно здесь. Созданные ясные правила, они должны соблюдаться всеми. Работай, получай прибыль и платай свои налоги, как все. Создавай болгарский национальный капитал и рабочие места для болгар. За какой участок работы отвечает президент? Что вы делаете каждый день конкретно? В чем состоит ваша работа? Мой распорядок дня посвящен многим встречам, которые у меня есть. С одной стороны, с представителями нового болгарского бизнеса, потому что я хочу им дать уверенность. Я хочу услышать их желания. Другая часть моих встреч связана с проблемой быстрой приватизации в Болгарии. Мне очень хотелось бы, чтобы приватизация шла быстрее, чем она идет сейчас. И огромная часть моих ангажементов связана с изменением представления, которое было о Болгарии, как страна, у которой нет серьезных перспектив инвестирования. Я глубоко убежден, что без солидных инвестиций стратегических мы просто не можем идти вперед. Я думаю, что это моя главная помощь в моей деятельности. Вот я хотел бы привести ваши слова и спросить, насколько это искреннее убеждение, а не просто политическая декларация. Вы в своей инагурационной речи сказали, важные государственные проблемы должны решаться Народным собранием, правительством и президентом Болгарии на глазах у всего народа. Это и есть порядочная и национально ответственная политика. Вы действительно считаете, что по очень серьезным, часто недоступным, с моей точки зрения, для понимания, ну, средним человеком, проблемам государства нужно советоваться с Народом? Я считаю, что это единственный ключ, который может открыть дверь реформа. И это не только метафора. Я снова повторяю, у людей очень большие социальные затруднения. Они могут терпеть это еще в имя реформы, если они знают в каждый момент, что делается. Когда я назначил служебного премьера Болгарии, я заявил ему, что он два раза в неделю должен отчитываться, что он делает, почему он делает, каковы цены продуктов на этой неделе и каковы ожидаемые цены продуктов на следующей неделе. Он должен сделать болгарский народ соучастником в этой идее. Люди должны ему поверить. И я думаю, что второй ключ успеха реформы, это привлечь к решению всех важных вопросов оппозиционные политические силы. Потому что реформа предоставляет хорошее поле популизма для каждой оппозиции. Вы знаете, сейчас я воспринимаю то, что вы говорите, как добрый совет нашим российским власть придержащим. Не случайно я сделала оговорку вначале. Я здесь не для того, чтобы давать советы. Но, тем не менее, так сегодня это воспринимается. Давайте перейдем сейчас к очень серьезному, и я бы сказал, может быть, даже болезненному вопросу болгаро-российских взаимоотношений. Для начала цитаты. Хочу подчеркнуть, что стремление Болгарии к полноправному членству в ЕС и НАТО ни в коем случае не означает изменений в наших дружеских чувствах и отношениях с Россией, Украиной и другими странами бывшего СССР. Наоборот, мы убеждены в том, что подобное членство не ограничит наши связи, а будет способствовать очищению их от наслоившихся стереотипов и идеологий, которые сегодня не только не помогают нам, но явно мешают. Оно убедительно перекликается с нашим желанием развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией. Таким образом, они станут более определенными, более чистыми и менее двусмысленными. Вам, безусловно, известна достаточно определенная и жесткая позиция нашего президента, руководства страны в отношении продвижения НАТО на восток. Как совмещается ваше желание, желание Болгарии быть членом НАТО с позицией России? Я бы удивился, если бы вы не задали мне этот вопрос. Даже я бы захотел, чтобы вы задали мне этот вопрос. Потому что я хотел бы, чтобы большая российская аудитория поняла наши позиции, именно суд болгарского президента. Всегда, когда мы заявляли, что мы хотим членства в НАТО, второе предложение после этого сразу было. И это менее всего является актом вызова, или, дай бог, враждебности к России или какой-либо другой соседней стране. У России свои ясные позиции, и я уважаю, потому что это российская позиция. Наша позиция, членство в НАТО, основана на наш ясный, чёткий, осознанный выбор. В Българии географически и культура всегда была часть Европы. България должна вернуться туда, откуда 45 лет она была оторвана в силу исторических обстоятельств. Я убеждён в том, что интеграционные процессы, которые сегодня притекают в Европе, даже не разделяя, какого будет срок евентуального членства в Европе или в НАТО, сами интеграционные процессы, партнёрства, которые между Българией и НАТО, уже действуют стимулирующие на нашу реформу. С этой точки зрения я бы хотел сказать ещё, что убеждён, что чем чётче и категорически будет выявлено наше желание европейско-атлантической интеграции, тем больше у нас будет шансов, насколько это парадоксально не звучит, чтобы отношения с Россией были более ясными и менее двусмысленными. Обе стороны будем знать, что кто хочет. Я хотел бы ещё что-то сказать. Как человек, не как только президент, я хотел бы действительно иметь друга со своим мнением, который иногда отличается, но настоящего друга, а не подчинённого, который слепо следует моей воле. Может быть, одним из способов удовлетворить желание Болгарии быть в НАТО и сохранить в том числе военные отношения с Россией будет продвижение наших военных систем и вооружений в НАТО? Давайте начнём издалека немножко. В сущности, НАТО давно ушёл из того образа, который был для нас восточноевропейцев до падения железного занавеса. Мне кажется, что НАТО до расширения очень изменилось. Отношения НАТО с Россией тоже на новой фазе развития. Реально до того, как Чехия, Венгрия и Польша реально станут членами НАТО, у России уже приготовлено своё место. НАТО уже прозрачна для того, что уже делается, благодаря специальному договору, который у вас есть с НАТО. Я считаю, что несмотря на наши желания, мы могли бы сотрудничать и впредь в такой области, какая является военное сотрудничество. Потому что часть российского вооружения продолжает быть на вооружении в странах, как Чехия, Венгрия и такая НАТО, как Греция. Вопрос только очистить свои отношения от старых предрассудков и не допускать покрывать их новыми идеологиями, как, без сомнения, НАТО, за и против. Встречаться чаще, я убеждён, что мы быстро найдём точку пересечения. Господин президент, но вы допускаете, что если страны Восточного блока одна за другой станут членами НАТО, то, исходя из экономических интересов тех же стран, им выгоднее будет не менять систему вооружения, не тратить дополнительные деньги, а лоббировать принятие Североатлантическим Союзом их как равноправных систем вооружения внутри НАТО. Я считаю, что это аргумент, который сделает желание членства Болгарии в НАТО аргумент, который приближает наш к общим интересам. Вы приехали с официальным визитом в вашей делегации. Большое количество представителей болгарского бизнеса, по-моему, около 80 человек. Какие результаты ждет от вас страна по возвращению? С чем вы приехали? Вы приехали дать или вы приехали взять? Интересный вопрос. Этот вопрос корреспондирует с предыдущим вопросом о НАТО. Пока мы провели этот сложный идеологический спор за и против НАТО, мы пропустили многие шансы. Вопрос о членстве НАТО в НАТО – это не вопрос этого года. Это вопрос известного будущего. Но вопрос о взаимно выгодном торгово-экономическом сотрудничестве между Болгарией и Россией – это вопрос, который мы уже замедлили. Это вопрос сегодняшнего дня. Вопрос завтрашнего дня. Вот почему я приехал сюда. Во-первых, я хотел бы сказать, я не смотрю на Россию как на огромный рынок только. Рынок, который может принять все болгарские товары. Это было бы обидно и для Болгарии, и для России. Я смотрю на Россию как на государство, у которого есть очень много и близкий исторический фундамент. И чем больше меня сегодня прагматики убеждают, что самое важное в отношении двух государств – это взаимный интерес, как настоящий славянин, я продолжаю считать, что этот интерес будет настолько быстрее и легче найден, если у нас будут общие традиции, общие связи, общая дружба и, самое важное, взаимное доверие. Это основная задача, с которой я приехал сюда. Честно говоря, я даже не придаю такое большое значение конкретным договоренностям и конкретным выполнениям, которые я могу вернуться в Софию. Для меня важнее всего, чтобы из Москвы вышел ясный, четкий знак, что уже нет льдов между Москвой и Софией в последние годы, что очищены старые накопления, и мы подходим друг к другу взаимным уважением и доверием. И взаимной политической волей сделать дальнейшие шаги и в политической, и экономической, и в области торговли, и, конечно, в области культуры. Если я успею это достичь, я могу сказать в Софии, с чистой совести успел. Я искренне желаю вам этого успеха и напоминаю зрителям, что сегодня час пик был для президента Болгарской республики Петра Стоянова. А закончить я хочу одним его высказыванием. Фабрика иллюзий уже закрыта. Пришло время заработать настоящим фабриком. Это не произойдет в сию же минуту, но так как сегодня наша жажда подлинных перемен и решимость их осуществить, это единственный капитал, которым мы располагаем, я верю в то, что мы справимся. Я думаю, эти слова мог бы произнести и наш президент. Если он не произнесет их сегодня, мы подождем до завтра. Всего вам доброго. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok